Сегодня у нас с вами насыщенный день Будет отчет заместителя председателя правительства Голиковой Будет выступление президента Анголы Ну и планируют еще рассмотреть 55 вопросов повестки дня Что в принципе, наверное, невозможно Но я хотел бы остановить ваше внимание на нескольких вопросах Ну, во-первых, сегодня будут рассматривать две наши фундаментальные предложения Это первое, ведение государственного контроля за ценами на нефтепродукты и топливо Вы видите, что у нас, к сожалению, в стране 147 вертикально интегрированных И 247 так называемых независимых производителей нефти Не считая малых и средних Еще есть и такие предприятия по добыче нефти Но, когда на международном рынке цена растет, на заправках бензин растет Когда она там падает, вы видите, что вице-премьер Казак уговаривает монополистов Все-таки сдержать свои аппетиты Поэтому сегодня мы делаем первую попытку На самом деле мы сегодня внесем закон к концу дня О государственном регулировании деятельности внесенной отрасли Российской Федерации Мы проанализировали, как это происходит в мире И получается так, что из стран-производителей и экспортеров нефти Мы единственные, в которых нет специализированного закона О регулировании этого сектора экономики Хотя он является одним из бюджетнообразующих И, в принципе, наверное, можно за пример взять Норвегию и Азербайджан У которых тоже серьезная добыча нефти Но у них нет проблем с ценами на заправках Особенно для собственной страны У них нет проблем с контролем за расходами нефтяных компаний И у них сегодня есть проблема Я бы сказал так, переизбытка накопленных средств, скажем, в Норвегии Поэтому мы вносим закон, который будет состоять из 12 глав И, по нашему мнению, он должен привести в порядок Как бы все вопросы регулирования, торговли, экологии И других сфер этой серьезной отрасли Мы прекрасно понимаем, что нефтяное лобби, оно очень мощное И наверняка предпримет какие-то шаги Но мы убеждены, что без принятия этого закона Ни одного из серьезных вопросов решить нельзя У нас, смотрите, Рангсис провел серьезное исследование О причинах и структуре бедности в Российской Федерации И, как это ни парадоксально, но Среди бедных 50,3% занимают семьи с тремя и более детьми 26% занимают семьи с двумя детьми То есть, получается, что у нас о проблеме демографии Говорят лет 18, да? И сегодня у нас первым среди вопросов у нас проектов Будет демография Но как раз тем, кто, самое странное, работает И имеет много детей У нас самое несчастное Мы подготовили по этому поводу закон О необходимости бюджетных вычетов Как раз для семей, имеющих детей И мы считаем, что эти бюджетные вычеты Надо выводить независимо от уровня заработной платы Родителей И, что самое главное, для бюджета никаких потер нет А находка для страны, с нашей точки зрения, будет колоссальной Потому что, ну, надо не говорить о помощи многодетным семьям А надо просто, ну, сделать первый шаг И я думаю, что это бы помогло и проблемы демографии решать Да? И проблемы бедности А у нас ведь что получается? С 2000-го года по 2007-й бедность уменьшилась в 2,5 раза, да? Но пока был молодой президент И цена на нефть частично хотя бы использовалась На повышение доходов населения Бедность у нас падала, да? С 29-ти до 10,8-х процентов Потом, когда президент уже как бы устаканился, стал премьером У друзей аппетиты выросли И у нас все пошло в обратную сторону И в результате у нас Ну, сейчас считают, что у нас якобы 13,9 Но серьезные эксперты, аналитики считают, что мы вернулись в 25-30% бедности опять А еще более серьезные аналитики считают, что около 50% нашего населения живет у черты бедности или за ней Ну, фактически выживает Поэтому мы считаем, что эти вопросы тоже без серьезного государственного вмешательства И не разговорах о нацпроектах Потому что мы проанализировали так называемые суммы, выделенные на нацпроекты И в результате получается опять профанация У нас якобы 25 триллионов на 10 лет На 6 лет, да? Но если вы разделите на года, на месяцы И на 12 нацпроектов, то получится, что в среднем прибавка на нацпроекты в год получится по 340 миллиардов А 340 миллиардов на 19 триллионов бюджета, то это примерно инфляционная компенсация То есть опять шуму много, шерсти мало, как при стрижке кота Поэтому мы считаем, что вот эти вопросы вообще-то требуют более фундаментального подхода, а не профанации Потому что и 11 указов от 12-го года, они по идее были все правильными, да? Но отсутствовал научный экономический просчет, откуда взять, кому дать и за счет чего получить, да? 25 миллионов рабочих мест, увеличение зарплаты А все получилось, как всегда, зарплату повысили, реально увеличивая нагрузку в два раза для учителей А реальная зарплата во многих периферийных школах 8400 Даже не минимал Понимаете? Получается, что уборщик на минималке 11-285 получает А учителя в школе ставка 8400 Точно то же произошло во многих учреждениях здравоохранения Но, по нашему мнению, здесь причина как раз в оторванных от жизни системах определения эффективности губернаторов Когда губернаторам там 65 показателей пишут, и каждый торопится отчитаться для того, чтобы птичку поставили и не попасть в число отстающих В результате быстренько сократили, увеличили нагрузку, якобы увеличили зарплату Ну, учителя, представьте себе, работая там с 8 до 20 в школе, да, получают 16 тысяч Ну, вроде зарплату увеличили, но вы-то нагрузку посмотрите Он же еще должен и семьей заниматься Потому что, ну, не может быть нормальный учитель, если он сидит только в школе, да И охраняет учебники, и пишет бесконечное число бумаг, как и доктора Потому что у нас реформа образования и здравоохранения привела к тому, что у нас и учитель, и доктор Сегодня половину своего времени пишут бесполезные бумаги, они занимаются ни учеником, ни пациентом Поэтому, вот я вам сказал законы, которые мы предлагаем Кроме того, у нас сегодня, в повестке дня, есть наш закон о государственной монополии на производство этилового спирта И торговлю алкогольной продукцией Вы знаете, что сегодня по официальной статистике 6 миллионов у нас хронических алкоголиков Около 20 миллионов зависимы от алкоголя Но если вы посмотрите структуру доходов бюджета от алкоголя И число людей, страдающих и умирающих от болезней, связанных с алкоголизацией То она катастрофична Поэтому мы считаем, что это и повод подправить и бюджетные вопросы, и повысить качество производства этой продукции Которая, кстати говоря, и в царское, и в советское время была в госмонополии Сегодня действительно состоится отчет Татьяны Алексеевны Голиковой Но отчет этот, к сожалению, не по итогам выполненной работы, чего мы ожидали по большому счету И что было бы логично, а этот отчет, устремленный в будущее ожидания от реализации неких нацпроектов Четырех, которые она курирует Ну, прямо скажем, за прошедшие пять лет работы нынешнего правительства и социального блока Несмотря на то, что там менялись отдельные персонали Ничего хорошего добиться не удалось Доходы населения падают все пять лет И упали на 11% При этом цены на товары и первые необходимости и услуги возросли на 27% Сегодня, по данным Ранхиса, это абсолютно точно Около 56% населения Российской Федерации находится в зоне либо бедности, либо социального риска Что, в принципе, одно и то же Официальные показатели, на которые пытается ориентироваться правительство в виде 19,3 миллионов людей, которые живут за чертой бедности Это не бедность в понимании цивилизованных стран, это нищета Это уровень физиологической выживаемости, который в столь богатой стране выглядит абсолютным нонсенсом Если говорить о тех планах, о самой главной плане, самая главная задача Это вывести Российскую Федерацию в число пяти ведущих экономик мира К большому сожалению, те меры, которые предложены правительством Тот прогноз, который ими предоставлен Достичь этой цели не позволит А, соответственно, не будут выполнены и три других цели Основные, заявленные в послании Заявленные в том числе и в этих вот проектах национальных Это снижение бедности, это постоянный рост доходов И это переход на прирост, естественный прирост населения Не будет экономики сильной, не будет роста выше уровня среднемирового Не будет, соответственно, выполнения этих задач Если уже говорить о самих национальных проектах То, по большому счету, ничего прорывного в них нет Если мы проанализируем их привязки с основными показателями финансирования отраслей То, например, здравоохранение, которое должно финансироваться по данным ВОЗ В размере не менее 6% от ВВП Чтобы более-менее удовлетворяться современным потребностям С учетом нацпроекта к 2024 году в лучшем случае мы получим 4% от ВВП Естественно, на этом фоне говорить о каком-то прорыве Об улучшении кардинального здоровья населения О тех цифрах, которые поставлены внутри самого национального проекта Не приходится Ни по уровню диспансеризации, ни по уровню лекарственного обеспечения Ни по показателям здоровья Тем более из тех индикаторов, которые в этом национальном проекте зафиксированы Только один соответствует мировым трендам Это младенческая смертность Все остальные показатели Это общая смертность, смертность в трудопособном возрасте Смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний Полтора-два раза даже в условиях поставленных задач Превышают среднеевропейские цифры Если говорить об образовании То с учетом национального проекта Отрасль образования получит в лучшем случае 4% от ВВП финансирования При необходимом минимуме, опять же Для прорыва, которому говорил президент В районе 5,5-6% При этом ведущие страны финансируют сегодня свое образование На уровне 7-8% от ВВП Только в этом случае возможно вхождение В десятку лучших стран по уровню общего образования По критериям ПИСА Либо в десятку лучших, скажем так, стран По уровню университетского образования По топ-500 То финансирование, которое предусмотрено сейчас Те цели, которые поставлены И те мероприятия, которые предусмотрены национальным проектом Однозначно достичь этих показателей не позволят Наука Общее финансирование с учетом национального проекта 1,1 и 1,2% от ВВП В Китае для сравнения 2,12% В Южной Корее 4,2% И естественно ни о каком прорыве Ни о каком выходе в пятерку лучших стран Осуществляющих исследования и научные разработки Это одна из задач и индикаторов национального проекта Говорить не приходится Этого не будет и, к сожалению, не случится Но демография, тот национальный проект Который на стыке многих ведомств будет реализоваться Вообще наименее проработанный национальный проект И по критериям, которые будут служить основой для его оценки И по индикаторам, которые предложены правительством Большинство из них субъективны и не способны как-то качественно изменить ситуацию Мы, безусловно, поддерживаем меры, направленные на поддержку семей с детьми Николай Васильевич об этом говорил, но эти меры половинчатые Финансирование только до полутора лет по большинству категорий 6% ипотека, которая будет доступна лишь одной четвертой из семей Имеющих второго, третьего и последующих детей И, соответственно, не получит массового распространения Спортивная составляющая, заключающаяся в строительстве в регионах Неких спортцентров и обеспечении их спортивной амуницией Без всякой привязки к увеличению доступности, собственно, этих спортивных услуг И, самое главное, критерий 55% населения Российской Федерации в 2024 году должны регулярно заниматься физкультурой и спортом Как будет определяться этот показатель, кто будет рассчитывать и каким образом это будет прибыться Это тоже очень-очень большой вопрос В этих условиях, естественно, фракция КПРФ не видит в реализации национальных проектов никакого прорыва Мы даже не достигнем общеевропейских или общемировых цифр финансирования тех отраслей На поддержку которых эти национальные проекты направлены Мы абсолютно убеждены, что нынешний состав правительства не способен справиться с угрозами Которые стоят перед Российской Федерацией, перед нашей страной А угрозы депопуляции, угрозы вырождения, угрозы отставания, технологического отставания Которые каждым разом все сильнее и сильнее бьют и по нашей экономике И по большому счету по представлению Российской Федерации как о сильном государстве Они никуда не деваются Без изменения структуры правительства, без изменения самой системы на сегодня работы Ничего не получится Между тем фракция КПРФ со своей стороны будет контролировать каждый народный рубль Который вкладывается сегодня в эти национальные проекты Мы требуем включения наших представителей на всех уровнях во все проектные команды Для того, чтобы не дать их украсть, во-первых А во-вторых, для того, чтобы была возможность эффективно перестроить в процессе исполнения И задачи, и может быть некоторые мероприятия в этих национальных проектах Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова